Не успел наступить отопительный сезон, как жители частного сектора получили квитанции за газ. Семья, которая обратилась на горячую линию РНТВ «Армавир», проживает в двух помещениях. В одном из них не установлен прибор учёта. В последнее время здесь никто не пользуется ни газовым камином, ни плитой. Дочь супруга второй месяц лежит в больнице, а внук ушёл в армию. При этом платёж начисляют по нормативу за всех. Мы взяли справку, что он в армии, чтобы не платить. Присылали за газ 300 рублей, на человека по 100 рублей. И за мусор, за всё. Поехали в мусор, там сразу нам сняли эти 100 рублей. И за месяцы, которые он там уже находился, сняли эту всю сумму. Первый счёт сделали. Пошли в Горгаз, нам в Горгазе сказали, что нет. Вот поставьте газовый счётчик, тогда будем делать. Как снизить сумму в квитанции, рассказали в отделе цены тарифов администрации «Армавира». С выпиской из лечебного учреждения и справкой военкомата нужно отправиться в коммунальную службу и обязательно написать заявление. Только после этого будет произведён перерасчёт. С момента предъявления этого документа в ресурсоснабжающую организацию будет производиться снижение оплаты только с того момента, как эта справка будет. И будет написано заявление в ресурсоснабжающую организацию. Отопление начисляется по площади, поэтому на отоплении это не отразится. За варочную и за колонку сняты будут эти начисления, но там они небольшие. В любом случае жителям частных домов, которые не оборудованы счётчиками, отопление придётся оплачивать 7 календарных месяцев с 1 октября по 30 апреля. В многоквартирных домах отопительный сезон стартовал 15 октября, но тепло в некоторые многоэтажки попало не сразу. Я жительница города Армавира, проживаю по улице Ефимова, 89. У нас в доме нет тепла. Звонила Марченко Михаилу, значит, где-то в отпуске, чем в командировке замглавы детства. Дозвонилась в Ахкину Сергею Алексеевичу, сказал, вопрос решаем. Ну, знаете, я вообще пенсионерка. На данный момент у меня работает кондиционерное тепло. Я не хочу платить дополнительно, у меня так 200 кубов намотало. Я хочу, чтобы у меня в квартире было тепло. Я сижу в сапогах и в гамашах. В Армавирском филиале «Газпром» теплоэнерго Краснодар знали о проблеме домов номер 87 и 89 по улице Ефимова. В начале недели после нескольких выездов её удалось устранить. Но то, что стало причиной отсутствия тепла, немало удивило специалистов. Пришли мы, посмотрели запорную арматуру и выяснилось, что вроде как на одной из задвижек была проблема. Её заменили, но тепла как не было, так и нет. И в понедельник мы, когда сняли задвижку, увидели, что в теплотрассе был двухметровый кусок полиэтилена. То есть, каким-то образом, может быть, от нас, от котельной, может быть, от дома, но каким-то непонятным образом попал полиэтилен в теплотрассу, который не давал воде пройти. И в понедельник вечером мы эту проблему уже решили. Сообщать о перебоях с подачей тепла Армавирцы могут не только корреспондентам РЕН-ТВ «Армавир». В администрации города работают телефоны горячей линии по вопросам теплоснабжения многоквартирных домов. Это телефоны Управления жилищно-коммунального хозяйства 3-83-92 и 3-87-14, а также Единая диспетчерская служба 3-20-00. Инна Лепеткина, Игорь Щеников, служба информации, телеканал РЕН-ТВ «Армавир».